О том, как проводят это лето и ирбитские детвора, мы уже неоднократно рассказывали. Однако далеко не все школьники, и в первую очередь это касается подростков, тратят все свое время на отдых и веселье. Есть и те, кто решил выделить несколько недель из своих каникул на приобретение новых навыков. И возможность такую ребятам предоставили трудовые отряды, которые действуют на базе Центра молодежи. В этом году на трудоустройство в Центр молодежи подали заявку 260 подростков, 230 из которых уже отработали в трудовых отрядах. Работа несложная. Дети облагораживают территории города, такие как Сиреневый сквер, Бульвар Победы или Аллея памяти воинам-мотозаводцам. Также прибирают школьные дворы. А если погода не позволяет работать на улице, ребята трудятся в помещении, например, в библиотеке. Такой труд у меня уже был, у меня есть опыт на своей даче, в своем огороде. Я уже полол, садил цветы, картошку. Так что я более чем уверен, что я с этим справляюсь. Это самый оптимальный вариант делать, можно поработать, помочь городу как-то. А почему считаете, что это оптимальный? Ну, есть, например, работа, ну, не с тем связана, там, ну, такого удовольствия не приносит. А тут и не трудно, и все нормально в принципе. В этом году каждый из ребят смог заработать примерно по 2300 рублей за отработанный период. Работали в основном 10 дней по 2 часа. По опыту работы, что 2 часа в день, это как раз достаточно. Мы пробовали по 3 часа в день дети работают, им достаточно тяжело. То есть наша цель трудоустройства, это вообще привлечь их в трудовой деятельности, показать, повлечь их в новый коллектив, чтобы они узнали, что это такое, чтобы они поработали, какие-то новые навыки получили, познакомились, окунулись вообще в работу и узнали, как достаются средства. Работа в трудовом отряде – это не только шанс заработать деньги. На самом деле такой опыт приносит гораздо больше. Ведь тут дети понимают, как проходит процесс трудоустройства, осознают, что деньги просто так не даются, получают опыт работы. Полезна ли вообще такая вот практика привлечения молодежи вот к труду? Обязательно. Вы что, это с молодости молодые люди начинают работать, и они учатся, и это для жизни им потом в дальнейшем пригодится. Даже если они не по профессии это пойдут, для них, для самих, для дома, для огорода, для сада. Конечно, обязательно, это очень даже хорошо. Они, когда они сами делают вот это все, полят вот, например, и там садят все, они аккуратность свою проявляют к работе, и они уже потом бережно относятся к этому.